Здравствуйте, друзья! С нами Кагуар, мы его поймали. Оказывается, ты занял третье место на чемпионате России по компьютерному спорту. С чем тебя поздравляем? Спасибо за поздравление, хотя приезжал я немножко побольше, хотя бы за 3x серебро, это было бы веселее. Что пошло не так? На что ты рассчитывал? Нет, в хорошем смысле на что ты рассчитывал. Имеется в виду, какие у тебя были планы, ожидания на турнир. И что пошло не так? Ну, Милки Кау действительно игрок повыше уровнем, чем я. И я готовился к тяжелым играм. Получились они немножко смазаннее, чем я предполагал. Ну, я все-таки опишу, как они прошли в полуфинал. Две игры подарил я. Третью игру, которую Милки Кау должен был забирать и выигрывать 3-0 подарил он. Дальше и последние две игры сыграли мы нормально. И там счет был 1-1. Но 1-1 меня не устраивал. Поэтому получилось 3-2 в его пользу. Понятно, хорошо. Тем не менее, сколько ты получил за третье место? Насколько я знаю, 70 тысяч по резовой за треть. Ясно. Ну, хорошо. На что рассчитывал? То есть, вот, допустим... Ладно. На что рассчитывал? Ну, я уже сказал, что как минимум было бы веселее, чтобы было три раза серебро. Это три раза, это интереснее. А два серебра плюс золото, это была бы другая история вообще. Но это было бы интереснее, но не получилось. Вот так. Понятно. У тебя была возможность, соответственно, сравнить разные чемпионаты России. Ты на все регулярно отбирался, проходил и почти побеждал, насколько я понял и помню. Сравни вот Челябинск, Белгород и Уфу. Немного поправлюсь. В Белгород я не отобрался. В Белгороде я не участвовал в финальной этапе. А в 2020 году была немножко другая ситуация. Там было вообще все в онлайне. С Челябинском, если сравнивать... Ну, наверное, все-таки в Челябинске было побольше людей в 2021 году. Сильно побольше людей собиралось. Но в плане организации, наверное, получше получилось. Там более отработанные в плане организаторских вещей действия сейчас. В 2021 году тоже все было на уровне, но немножко хаотичнее. Но в этом году скорее подвела немножко погода. В день тренировок и в день вчера немножко там с утра похолоднее, там похаотичнее. А в Челябинске была жара за 30. Понятно. Хорошо. Вылетел вопрос из головы. Сейчас вспомню. И, наверное, вспомним. А, про стриминг хотел спросить. Тебя давно не видно. Ты как вообще? Собираешься еще постримливать? Или ты стримишь, но я не замечаю тебя? Нет, я действительно не стримил где-то с сентября. Но ответ на вопрос, почему может быть некорректен в нынешней атмосфере. А хорошо тогда, чем ты заполняешь свое свободное время? У меня очень много разных дел. Действительно, я уже рассказывал, что перевожу Рано Бэ, это я уже давно перевожу. И у меня до сих пор на них уходит много времени. А еще, ну, понятно дело, что тренировки происходят после работы, а времени после работы далеко не всегда много. И, к тому же, я вот это свяжу с тем, что я представляю Томскую область в чемпионате России в этом году, я получаю удаленно второе высшее образование в Томском государственном университете системы управления и радиоэлектроники. Это так, что связь есть. Прекрасно, да. Хотел еще узнать... Блин, вот когда ты говоришь, у меня один вопрос вертелся на языке, но он вылетает просто капец. Ладно, хорошо, отвлеченно. Посмотрел город? Да, безусловно, я погулял по городу, был на набережной, набережной и памятник Салавату Юлаеву. Это особенный вид с набережной, с горы на горизонт. Пытался спускаться по нехоженным тропкам, не смог спуститься вниз, потом пришлось выбираться наверх с большим трудом. Так не делайте, лучше ходить по нахоженным, по ухоженным лестницам. Ну, с другой стороны, вот если набережная – это образцовая вещь, в другом смысле город... Вот не хочу говорить какие-то там неприятные вещи, но немножко хаотично. Немножко хаотично. По поводу разряда. До меня в третий раз пришла эта мысль. Для того, чтобы принимать участие в финальной части, тебе необходимо получить разряд. И после того, как ты занимаешь какое-то место, по логике, тебе должны давать какое-то... Еще повышать его, да? То есть ты, если бы победил на чемпионате России, у тебя бы мог быть там мастер спорта. Ты не знаешь, какой у тебя, во-первых, разряд и что это дает. Мы же все-таки на финале чемпионата России по компьютерному спорту. У нас компьютерный спорт официальный. И вроде есть какая-то процедура. Не расскажешь подробнее? Ну, знаешь, не знаешь? Во-первых, это нужно не для участия в финальном этапе, а для участия вообще в чемпионате России. Насколько я знаю, разряды дают и за региональные отборочные турниры, которые проводятся в онлайне. Разряд первый выдается на два года. Он действует два года. И в этом году я, конечно, его... Поскольку в том году я не прошел и не оформлял, у меня немножко были сложности с этим разрядом. Но в целом у меня по-прежнему первый. И как он был за 20-е и 21-е годы, я еще не встречал в компьютерном спорте кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. И, к сожалению, я не знаю ситуацию с присвоением этих разрядов. Но жалко, что у нас была возможность вчера Диловича этот вопрос задать. А то так много вопросов смежных, когда говорят о признании компьютерного спорта и всей вот этой официальной теме. Окей. Кроме StarCraft ты, наверное, ни во что больше не играешь, раз времени нет? Я могу тратить время на какие-то сингловые японские игры. Ну да, JRPG-шки, серии всякие следы, серия Trails, серия, другая серия сказания, серия Tales. Так, что еще? Могут быть визуальные новеллы, почитать просто ради какого-то расслабления. Могу из стимовских, например, порекомендовать Symphonic Rain. Я не слышал, один из пользователей сайта Vivid делал новеллу, но она не японская, но тоже визуальная. Я видел стримы, да, но я никогда не мог досидеть их полностью, потому что они достаточно долгие, достаточно длинные. И может быть я когда-нибудь ознакомлюсь, но если найду время. Ну, да, да, хотя должен отметить, что по стримам они атмосферные, действительно. Ну, это вот даже по краешкам стримов это вид. Прекрасно, надо будет передать эту информацию. Хорошо, какие у тебя планы на ближайшее? Не собираешь, ну, в рамках StarCraft, если они есть, конечно. Потому что такое впечатление, что ты в StarCraft готовишься к чемпионату России, может быть это наблюдение стороннее. Ну, раз не стримишь, какие планы у тебя относительно второго Старика и в остальном, там, на ближайший годик? Действительно, я тренился в основном к чемпионату России и скорее потому, что в StarCraft вышел патч, тот, который мне многое надежд вернул в связи с ускорением грейдов протасом и так далее и тому подобное. У меня все еще есть определенные вопросы к балансу, но они минимальны. Они минимальны по сравнению с тем, что когда-то было. Более того, насколько я знаю, ESL-овцы при поддержании StarCraft, по крайней мере, на этот код, обещали еще один патч. Я не уверен, что он будет, но они обещали. У них в планах было указано, что баланс патч будет. Не знаю, насколько там он пробудит, интерес не пробудит. Поигрывать я буду в зависимости от того, есть ли какие-то там в нашем регионе турниры, мало ли что будет организовано там в Москве или еще где-нибудь, так что к ним я могу подготовиться. И в таких ситуациях там много же вопросов возникает не про StarCraft 2, а сразу про Stormgate от студии Frost Giant. Да, там по срокам пока непонятно, но как минимум я ознакомлюсь с этой игрой. Я не знаю, буду ли я в нее играть, но ознакомиться ознакомлюсь. Понял, хорошо, отличные планы, спасибо большое. Напоследок, если хочешь что-то рассказать товарищам с Гудгейма или не только кому-то. Нет, я просто скажу, что всем удачи. Всем удачи, удачи она всем нужна. Поверьте. Спасибо. Спасибо.